Италия – это страна, которой более трех тысяч лет. Несмотря на бурное развитие, каждый уголок страны в практически полной мере сохраняет свои традиции. Это и нравится туристам всего мира. Казалось бы, Италия – не единственное место с древними городами, сохранившими отголоски античной культуры, культуры эпохи Возрождения. Но все это прекрасно сочетается с природой, местной итальянской культурой и дает неповторимую атмосферу. Именно поэтому в Италию влюбляются практически все, побывавшие там. О некоторых неумолимо манит все то, чем известна Италия или чем Италия знаменита, даже если человек ни разу там не был. Что касается достопримечательностей Италии на картах, эта страна – настоящий кладезь. Здесь можно увидеть отреставрированные памятники, а также те, которые ни разу не реставрировались и полностью сохранили дух тех столетий, которые они существуют. Даже самый маленький и небольшой город будет богат на достопримечательностей и объекты культурного наследия. И самое интересное, что, даже просто гуляя где-либо, можно встретить много интересного. Того, чего не покажет путеводитель по Италии или того, что не отмечено на карте. Кстати, в Италии расположена Пизанская башня, являющаяся уже много лет мировым феноменом. Знаменитые итальянские замки, первый и один из самых популярных замков находится в Риме, столице страны. Это место посвящено всем богам. Параллельно оно является гробницей, где захоронены некоторые итальянские знаменитости и великие люди. Летом, когда солнце стоит высоко, можно увидеть таинственный столб света. Пантеон работает с 9 утра до 18 часов вечера, исключение – воскресенье, когда храм закрывается в 13 часов дня. Вход бесплатный. Базилика Санта-Крочи построена 7,5 столетий назад. Практически вся поверхность украшена фресками, которые прекрасно сохранились и по сей день. Одно из самых популярных мест. Сейчас этот храм является музеем. Большая площадь перед ним – место работы для лавочников, аниматоров и других людей, желающих подзаработать на туристах. Самое интересное, в этой базилике тоже есть могила, только захоронения в ней нет, и не было. Но есть имя – Данте. Цена входа для взрослого – 6 евро, для ребенка – 3 евро. Работает ежедневно, с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. По воскресеньям – с 13 часов до 17 часов 30 минут. Чертоза Ди Падула в городе Падула – огромный замок, выполненный в стиле барокко. Стоит ли говорить о его возрасте, если только на его строительство ушло около 450 лет. Общая площадь – более 50 тысяч квадратных метров. Строительство началось в 1306 году. Это один из старейших замков, там найдется, что посмотреть. Работает каждый день с 9 утра до 20 часов вечера. Вторник – выходной. Стоимость входа – 4 евро. Санта-Мария – кафедральный собор, главный во Флоренции. Его высота более 42 метров. У собора свой неповторимый стиль и уникальная конструкция. Его часто называют «вечно цветущим» благодаря разноцветным фрескам на его стенах с внешней и внутренней стороны. Время работы лучше узнавать на официальном сайте перед планируемым походом или в справочной, так как режим работы постоянно меняется. Стоимость входа для ребенка до 6 лет бесплатна, от 6 до 12 – 3 евро и взрослый билет – 11 евро. Но стоимость также меняется в зависимости от времени, дня и конкретной части, где планируется экскурсия «Гид по Риму», Италии. Замок Святого Николая на Амальфитанском побережье. Построен в 1400 году. Находится на холме в городе Майери. Внутри замка-музея как такового нет, это заброшенное старое строение, по которому часто проводятся краткие экскурсии. Самостоятельное посещение бесплатное. Либо, можно купить платную экскурсию по городу Майери с русской группой, либо массовая с переводом, куда будет входить базилика. Посещение с раннего утра и до заката. Обратите внимание, эта презентация далеко не всех топ-мест, что есть в Италии. Это лишь часть замков и дворцов, которые освещаются не в каждом путеводителе. Названия часто посвящены основателям. Сан-Франческо ди Паоло. Описание. Юг Италии, города, достопримечательности, регион на карте очень значимая церковь, святое место. Построена относительно недавно, в 1815 году. Ее автор был вдохновлен пантеоном. Поэтому, в некоторых местах базилики характер повторяется с древним римским дворцом. Находится в Неаполе. Находится в центре города на Народной площади. Посещение бесплатное, правда, эта церковь функционирует. Там работают классы православной школы и иногда она закрыта. Обратите внимание. Добраться можно самостоятельно, направившись прямо в историческую часть города, в центр. Церковь видна из многих мест. Чаще, ее посещают экскурсией. Церковь Сан-Ферма Маджори в Вероне. Она уникальна в своем стиле. Ее верх выполнен в готическом стиле, а низ – в романском. Эта церковь украшена снаружи фресками, у нее свой неповторимый дизайн. Когда-то здесь был захоронен один из святых людей в Италии. Стандартный билет – 2 евро и 50 центов. Действуют льготы. Находится по другую сторону от центра Вероны, на набережной – стадион Сан-Фермо. Базилика Санта-Мария Сапра Минерва. Находится в Риме и является одной из самых популярных. Является святыней, так как в ней похоронено несколько святых и высших чинов Италии уже несколько столетий назад. Внутри базилики стоит несколько святых скульптур великих скульпторов. Находится этот храм поблизости к Пьяцца Навара, напротив пантеона. Историческая часть города. Добраться можно на общественном транспорте, прогулявшись от остановки до исторической части города. Калабрия на карте Италии нельзя забывать про правила посещения храмов и церквей. У женщин должны быть закрыты плечи и колени, и желательно область головы. У мужчин должны быть брюки и футболка как минимум. С собой можно взять накидку или длинный платок. В шортах и майках в церкви не пускают. Разговорные языки, в основном, итальянский и английский. Прогулки по Италии – это всегда масса впечатлений. Даже если планируется пляжный отдых на юге. Италия – не сильно большое государство. Для уикенда или коротких каникул можно выбрать Рим, Милан или другой известный город. Посетить все достопримечательности все равно не получится. В каждом городе насчитывается более десятка музеев из десяток святых мест. Нельзя сомневаться в том, что выходные в одном из городов Италии будут насыщены. Чего только стоит центр Рима, каждое здание оставляет свои впечатления уже неизменно сотни лет. Продолжение следует...